Родиной фотографии является Франция. На Кавказе же первые фотографы появились в конце XIX века. Во Владикавказе первое фотоателье открылось в 1869 году. Тогда стало мудным иметь фотографии в семейном альбоме. Среди мастеров фотодела выделялось имя Леонтия Рогозинского. Его фотоателье появилось в нашем городе в 1889 году на улице Ремесленной, ныне улица Балаева. Леонтий Игнатьевич Рогозинский родился в 1864 году в Киеве. Здесь, получив хорошее образование, он в 20 лет покидает родительский дом и начинает самостоятельную жизнь. Приехав в Пятигорск, Леонтий становится учеником известного на Кавказе фотографа Александра Карловича Энгеля. Вскоре Рогозинский переезжает во Владикавказ, где успешно развивает свое дело. И уже в 1894 году на выставке в Париже получает золотую медаль за альбом с видами Кавказа. Хотя во Владикавказе его считали мастером фотопортрета. Кстати, известная фотография Кустахи Тагурова, где поэт в бурке и белом башлыке, была сделана Рогозинским. Почти одновременно с Рогозинским во Владикавказе появляется другая знаковая фигура, но в области просвещения, образования и культуры. Это Варвара Григорьевна Шредерс, чей образ запечатлен фотографом Рогозинским. Во Владикавказ Шредерс приехала из Гжатска. Здесь она быстро включилась в общественную жизнь города. По ее инициативе была открыта женская воскресная школа, число учениц которой росло с каждым днем. А учительниц приобщала к передовым методам педагогики. Тем более, что сама Варвара Григорьевна была высокообразованной женщиной для своего времени. Она с отличием закончила Московский Екатериненский институт благородных девиц и высшие женские курсы профессора Владимира Герье. Варвара Григорьевна Шредерс в девичестве Ломоносова родилась 30 марта 1852 года в селе Екатериновка Сычевского уезда Смоленской губернии. С юных лет Шредерс была увлечена идеями выдающихся педагогов XIX века Ушинского и Пирогова. В 1895 году во Владикавказе по инициативе Шредерс и при содействии передовой интеллигенции, в числе которой был и Костахи Тагуров, открыта общественная библиотека, положившая начало Национальной научной библиотеке Республики Северная Осетия Алания. Жизнь Варвары Григорьевны Шредерс оборвалась во Владикавказе. Ее не стало в 1902 году в возрасте 50 лет. По завещанию Шредерс похоронили в нашем городе, ставшем для нее родным. К великому сожалению, в годы советской власти линейная церковь и кладбище в ее ограде, где находилась могила Шредерс, были разрушены. Сегодня на этом месте расположен детский парк имени Жуковского. Архив Рогозинского составил около 30 тысяч снимков. Современники отмечали, что большинство его фотографий отличаются сочностью, хорошей выработкой деталей, а его альбомы, умело составленные, производили прекрасное впечатление. Леонтий Игнатьевич Рогозинский умер в 1904 году. Он был похоронен на военно-госпитальном кладбище Владикавказа. Могила утеряна. Субтитры создавал DimaTorzok